Площадь Свободы – первое памятное место города над Бугом, где каждый год 3 июля собираются руководства области и города, представители трудовых коллективов, молодежь, чтобы отдать дань памяти погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны. Не менее почетными гостями на мероприятии были и ветераны, которые знают настоящую цену победе. Меня очень переполняет то, что мы смогли победить фашизм, который стремился поработить нашу страну. И наш народ все же с большими потерями, но все же одержал победу. И мне это вдохновляет, что мы сумели разбить фашизм. И это меня вдохновляет, что наша страна становится все богаче, все лучше, условия жизни улучшаются, молодежь учится свободно. День независимости, день освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – это святой праздник для всех. Не только для ветеранов Великой Отечественной войны, а для всего белорусского народа. Потому что в связи с независимостью состоялась наша государственность, состоялась Республика Беларусь, которая сейчас крепнет, растет, развивается, хорошеет, становится прекрасной, сильной и могущественной. День независимости – это праздник, который отмечают граждане суверенного и свободного государства. Государство, которое объединяет под своими знаменами всех жителей Беларуси, независимо от национальности и вероисповедания. Республика Беларусь сегодня, если говорить по-белорусски, квитнеет час от часа. Беларусы очень много достигли за годы независимости, им есть чем гордиться. И сегодня этот праздник не только праздник белорусов, это праздник сестры Беларуси России. Мы отмечаем этот праздник вместе с белорусами, с брещанами. И я хотел бы воспользоваться этой возможностью, передать самые сердечные и искренние поздравления всем брещанам, от малого до великого. 9 мая, 22 июня, 3 июля. Это значимые даты нашей истории, которые должен уважать каждый человек, живущий в стране с живыми напоминаниями о страшных событиях Великой Отечественной. Сегодня ветераны часто говорят о том, что молодежь, наследники Великой Победы, осознают важность и ценность этого события. А также понимают, что именно благодаря подвигу защитников они сегодня живут в свободной стране. Приятно то, что я бываю на всех мероприятиях, и День Победы, и в данном случае. И везде ощущаешь то, что нынешняя молодежь помнит тех, кто в первые минуты и часы войны встал на защиту своего Отечества. Помнит, с благодарностью относится к нам, ветеранам. И это, конечно, о многом говорит. Это говорит о том, что то, что было в те суровые грозные годы войны, молодежь не забыла, помнит. И я думаю, что эти традиции будут поддержаны и еще больше, так сказать, взведены в ранг благополучия нашего государства. Каждый молодой человек, он осознает, что это его страна, он должен участвовать в ее строительстве и стараться проявить свою гражданскую позицию и занять достойное место в стране. Продолжились официальные торжества на территории мемориала Брестской крепости-герои. Возложение венков, минута молчания, оружейные залпы. Это воинские почести солдатам, не вернувшимся с полей сражений. Священный ритуал – напоминание мирным жителям о том, что завоеванная победа далась дорогой ценой. А значит, наш долг – сохранять мир как в стране, так и в сердцах и смотреть в будущее с оптимизмом. Когда приходишь сюда на праздник, когда возлагаешь венки, вспоминаешь не только тех, кто не дожил до этого времени, но самое главное, что ставишь для себя задачу, что мы должны сделать на будущее, чтобы наша страна действительно была далеко-далеко за пределами узнаваемой. Потому что она, как страна, я сказал, уже состоялась, и ее признают, как бы кто ни говорил о ней, но признают во всем мире. И это очень хорошо. Но надо, чтобы уже перед ней, если говорить откровенно, и шляпу эту снимали, когда бы говорили о Белоруссии, когда бы поднимали флаг на любых соревнованиях мировых и так далее. Поэтому есть гордость, есть хорошее настроение. Ну и еще, видишь, сколько надо сделать много для того, чтобы наша страна действительно процветала. 3 июля – день рождения страны. И сегодня жителям Синека и именинницы есть чем гордиться. Полным ходом идет осуществление социальных проектов. Развивается сфера сельского хозяйства, расширяются торгово-экономические связи. А главное – Беларусь остается суверенной. Поэтому день рождения страны – повод не только для размышлений, но и для гордости. Продолжение следует...